Сегодня мы подводим финансовые итоги предыдущей недели. У нас в гостях директор филиала финансовой группы QBF в Башкортостане Ренат Васин. Ренат, тебе слово. Добрый день. В пятницу российский рынок акций после некоторой волатильности в первую половину дня закрылся ростом на 0,42% по индексу московской биржи. Позитивные открытия в США и надежды на заключение торгового договора между США и Китаем поддержали наш рынок. В лидерах роста оказались акции Яндекса, которые прибавили более 3% после того, как президент России заявил, что у правительства есть интерес в притоке и сохранении иностранных инвестиций. Соответственно, будут попытки поиска гибкого инструмента регулирования этого рынка без ущерба иностранным участникам. Лидерами роста по итогам торгов в России также стали группа компаний ПИК и Магнитогорский металлогический комбинат. Среди аутсайдеров оказались Сургутнефтегаз, X5 Retail Group, Юнипро. Инвестиционный банк JP Morgan понизил прогнозы по темпам роста ВВП США на четвертый квартал текущего года до 1,25 квартал-кварталу в годовом выражении. Причина – публикация слабых макроэкономических данных. Темпы снижения показателей стали самыми быстрыми с августа 2017 года. Перед открытием торгов 15 ноября оператор крупнейшей платформы электронной торговли в Китае JD.com опубликовал отчет по результатам третьего квартала 2019 года. Интернет-магазин заработал 18,9 миллиардов долларов выручки. Результаты работы превысили ожидания участников рынка. И сразу после выхода отчета акции JD.com выросли на 3%. Эксперты рекомендуют цены бумаги компании к покупке. Лидерами роста по итогам торгов в США стали UnitedHealth, Johnson & Johnson, Pfizer. Среди аутсайдеров отметились Walt Disney, Walmart и The Travelers. Нефтяные котировки отметились положительной динамикой на фоне публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства. По его данным, Россия в октябре выполнила сделку ОПЕК+, на 81% против 72% в сентябре, тогда как страны ОПЕК переуполнили сделку по сокращению добычи на 15%. Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок. В свою очередь, доллар показал разнонаправленную динамику относительно евро и иены. Спасибо. Спасибо, Ренат. Финансовые итоги предыдущей недели подвел директор филиала финансовой группы QBF Ренат Васин. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире.